Девушки отдыхают 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 Ваш человек у меня деньги занял И 4 или 5 лет уже проходит, он деньги не отдает Не говоря, я при чем? Ну вы же община И потом он говорит, у вас же есть богатые люди Тоже считайтесь А кто богатый? Себастьян и Дебунов Дебунов, наверное, не знает, что он богатый За машину рассчитывался кое-как Даже мой не знал У меня записано это все, вызовки никакой нет Как, ладно, нет Кто должен этому человеку? Кто у нас есть должники, которые не рассчитались? Так, расскажи, о ком и что и карты Так, если говорить об общине Я должен двоим Я должен Андрею Андрею не вижу Головачу Головачу, да И брату нашему старому, который был у нас давненько И Василию Николаевичу Я сказал Я не отдам только в случае смерти Я не говорю, что я не отдам Я отдам обязательно Что еще добавить? Брату я сказал Тебе почему на связи нет? С ним очень трудно связаться Я раньше хоть с машиной был Я его навещал всегда Я говорю, брат, ты меня не теряй Я долги свои помню Я все отдам Зачем ты идешь к другим людям? Ты ко мне-то звони Или я тебе могу позвонить Его на связи никогда нет Я от своих долгов не отказываюсь Я все верну Все Все на этом Все Дело вот в чем Бог меня милует Представь, семья, 10 детей у отца Отец вот так, вот руки нету Под Смоленском В 41-м потерял И мы никогда Никому не были должны Отец строго за этим Отец нас вложил Я один раз только был должен Здесь В обед Что-то нужно было А денег нету До вечера А вечером я уже рассчитался Все Вот это вот лежат Которые книги Тогда не было Общества никакого там Ну 55 миллионов обошлось Миллионов А у меня минимальная пенсия Меньше меня уже нет пенсии Где-то Как это может быть? Богатой милостью Я говорю Сколько лет? 4 или 5 Ну ты как же мог же Ложиться спать за это время Я не знал, что не договорился Ты видишь, какой он Он в городе то есть На Дубунова бы он сейчас уже взял с него Я его переспрашиваю обо всем Почему ты раньше мне не сказал? Почему ты когда давал, не сказал? Я говорю Ты сейчас получаешь сколько? 13 тысяч Сколько? 75% посчитывают за еду Ну, на Булыгино Там дом престарелых Мы там посещали одно время И что? Он не может еще сказать Он продал ту, которая там была у него Кто-то ездил туда Это 350 или сколько он взял? Тысяч А продал где-то за 700 чем-то Тот, как хозяин-то А он теперь Я не могу, я убегаю оттуда Говорит Он так называют Убегаю Ну, не нравится Там одни женщины Два мужчины Там церковь На исповедь не ходит Посты не соблюдает Я не достоин Ну, какой вы его знаете Фамилия, имя, отчество Я пытаюсь ему вдолбить это дело У нас такая была здесь Платите Я знать не знаю человека Я сказал Малютин Он Александр А при чем тут я? Ну, заглох Вроде требовать не стали А так на полном серьезе Рассчитаться надо Почему должен богатый человек у нас Вот два богаща сидят И должны они рассчитывать Так он же в общине Ну, вот его Показывают Деньги у меня здесь То есть не украдут Я говорю Книги были? Были Отдал? Отдал А кому? Брату Михаилу Сколько? Не знает А тот Говорит Я не знаю, о чем речь идет даже А у него книги были Я там печку Когда он ее ремонтировал Я видел Вот такое дело Рассчитаться, конечно, надо Потому что для бедного человека Не бери в залог ни одежду Ни верхнюю рушилку свою Это Библия об этом говорит В долгах не будьте У тебя могут занимать У тебя Ну, ты договариваешься Я когда работал здесь охранником Охрана там Меньше, минимальная зарплата Но я свободные дни делал пищи За один день у меня была зарплата месячная Две пищи Семьдесят рублей Семьдесят два оклада был И что? У меня огромное Тридцать два человека занимали Я их записывал Стрелка туда Взял Обратно Зачем? У меня Теща умерла А жена пришла И говорит А где Ваня мой? Я говорю Да где-то был здесь Я говорю Он говорит Тещу Теща доживаю же Да я тещу скажу Она его тут Ну что с него спрашивают Допился и наконец Чтобы его не посадили Он под пояс поставил пальцы Чтобы взяли как инвалида Я испытал это все И приходят занимать у меня Зачем? У меня тут шапка есть Ну какая шапка? Она хорошая? Не надо Я уговариваю Не надо А если не отдал Пред не приходи Стрелку обратно И на этом все Представь Тридцать два человека Брали взаймы у сторожа Я говорю Вот Я прошел Тут никто не дает Мне сегодня надо Заходят Я говорю Оля у тебя деньги есть? Хладовщица Ты ходил? Да я ходил Она говорит Нету Я говорю Можете денег дать? А вам сколько надо? Вопроса Нету И сколько надо? Я скажу ей сейчас Выше В 5 раз ее укладываю Она ни слова не говоря Она пойдет делать Я им печь делал Она работает Прекрасная работница К тебе так относиться будут Ради своего Христианского авторитета Надо рассчитываться Немедленно Я передал Если ты не поверил Где-то Володя записано Это все Ну мы все записали Так что можно переписать И без разговора Я ему правда Подарил веревочку Поясок сделать Так Брат Выйти как-то Из этого плена надо И выйдут Обязательно Сам не рад Ну не рад Это не надо брать была Или сказать Он говорит Я отдам Ну как отдам? Он отдам Не знаю я Вот мы сейчас готовим Теперь издание Предписание Называется проповедь Во свете святой библии Шеститомник Нам будет обходить Примерно Примерно Девять с половиной А где брать? Как говорит Лимонов А будет издано Вплотную подошли Все Я вот сижу Которое сказанное Надо в гокку перевести Переверять Теперь я корректурами Заново просчитываю Это все На глаза тоже выедено Так брат Пожалуйста Отпусти ты его Чтобы он ушел Я говорю Не могу сбежать оттуда Денег-то нету Буду покупать Там так и написано Сбежать Он сам в какую-то яму бежит Ну теперь он не так Должник ты С него спроса нету Это понятно Ну как-то сделай там Сделай Я говорю Не знаю То ли разошелся Или где-то он отдельно живет А он какой-то назвал Такой мужчина Махнатушка Что это Махнатушка Я не знаю Деревня такая Да ну ладно Ладно Расскажи Когда ты сможешь отдать ему Так Я к нему подойду И с ним поговорю еще Да Согласен Ну сделай это поскорее Я хочу к нему подойти К нему вообще Только поблагодарю Не то что За чем ты сказал Или что Он 4 года ждал Вещь невероятная Другой бы пришел Живо заплатил бы Туда нормально сейчас Я видел как долги выкалачивают Специальные люди Которые долги выкалачивают Тут один был начальник элеватора И они кому-то помогали Своим работникам где-то А тут перестройки и нету И он еще лучше не придумал А он мне помогал Муки давал И говорит Помогите мне Вернуть долги Ну я вам оплачу И вы поезжайте По этим элеваторам Алтайского края Нажмите на них Чтобы они отдали Я говорю Я могу сказать Только судья Божьим Они не верующие Пришли чтобы я Выкалачивал долги А долги выкалачивают Если где-то там Братки Это не приведи Бог Это не дай Бог А он еще может И чего не ожидаешь Так брат Я все сказал Так второй вопрос у нас Прошу внимательно Выслушать Вы мне нужны Не уходите В интернете У нас есть скайп Мы переписываемся Брат знает где-то И на нас выходит Молодой человек Потом он сидит здесь Где-то Сестра вот Решили Он там с матерью не ладится И как Что делать Я не вызывал его Не знаю Заплатила сестра билет Я так понял Правильно Ну видите И он пробул уже сколько Наверное скоро неделя будет Или больше даже Так сестра Теперь скажи Какое ваше мнение о нем Так брат Андрей Далеко не отходи Ты мне потребуешься сейчас Ребенка отдашь Скажи Какое отношение Дальше он может быть здесь Или нет А то он говорит Возьмите потеряевку Вы думаете что говорите Потеряевку Я это один Володя Из Володи Что можно делать Ну гляньте на человека Взяли взяли Он на все Он святее всех нас Он никому нет Все долги не залезет Нигде Что так А он то Такой который здесь был Прошлый раз здесь А выставил здесь С соглашенными выходить И вот он переди Я вижу его Он весь измотался И тут больно А представьте что больной человек На потеряевке не врача нет А то кого будет А враги то у нас там живые А то хана нам всем Это специально вызвали Раскрутка будет очень большая Потеряевки ноги Ваши не будет Ни под каким видом И я не возьму Даже на один день На одну ночь Потому что каждый день Поступали жалобы И жалобы Заставляют глубоко копать Пожалуйста Скажи сестра Как он там был Как работал Какое ваше мнение У меня он ночует Суббота на воскресенье Вот И мы с ним общаемся Я ему даю Посильную работу Видно что работать Человек не хочет Так Работать не хочет По порядку Правильно говорите Сейчас Даша Станька Как зовут парня Сколько лет Хоть представьте Человек Правда или не правда 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 Сколько тебе лет 18 Да на то время Кровь кипит Должна быть какая Как же так Без работы Я просто обращаюсь Не к чужому опыту А далеко руками размахит Я показываю Благодать Божия Я работаю на стройке У хозяев квартиры Все что требуется Там покрыть Подвалы выкопать Сарай Я все сделаю На свои деньги Я ухожу Оставляю все Только беру с собой Одно одеяло И подушку Это все бесплатно А Как же подушку И тут только вы приехали Мы вас не знаем Картину Биографию Вы написали уже И дальше Остальное время Где я первый раз От вас узнал Что у брата Андрея Работают люди Там матюгами кроются Правда нет Он не знает Вот второй Вот второй такой же Наш святой Праведный Так Дорога не отходить Как там работал Ну там были жалобы на него То есть Представь За две недели Жалобы Сколько жалоб было То что я ему говорю Он это не слушает Записывает А я говорю А он не слышит Правда это? Правда Ну смотрите как Это не просто я его обвиняю Как-то Потому что это Человек живой Он вчера мне говорит Только не отправляйте домой То есть это главное У него сейчас А оно все стоит на грани Если ничего не меняется Значит Дальше делать нечего На работе мешаешься Слушаться не слушаешь Никак На меня вешать его не надо Заплатить Опять за билеты Отправить Еще какие за ним Замещания было Что-то там он все время Не молчит Ну да Огрызается То есть у него это Внутри сидит Он так вроде Кроткий Смиренный Все сидит Молчит Но потом где-то раз И начинает огрызаться И он везде так И с работниками на ферме А что-то все время По себе Что он там бурчит Ну разговаривает Сам с собой Предупредила Что не надо разговаривать Конечно Неоднократно Ты послушался? Вчера я ему говорю Ты опять бормочешь Он Откуда они знают Может быть я молюсь Вот это все с вызовом Это было такое? Может быть я молюсь Вот так головой Ты мотаешь и говоришь Так про себя молись Молитва тайная Слух не надо Если бы ты выучил заповеди Какие-то Стихотворения Натсона Ну тогда можно это даже Ну если рядом люди Ну маленько встать Отдохните А я вам про стихи Стихи буду считать Слух чтобы они слышат Хоть одно стихотворение Знаешь наизусть? Нет А черт бурщишь тогда Еще что? Ну и... Вся раз сколько заплатил за такси? Триста восемьдесят шесть Сколько? Триста восемьдесят шесть Триста восемьдесят шесть В конце службы приехал и пошел Триста восемьдесят шесть Передо мной это громадина какая-то Я вообще только молоде купит Вот где-то пополам яблоки там И заплачу Больше ничего не покупать У меня нет ничего И никогда не буду в долгах Босс Триста восемьдесят шесть За что? Прости За не за что? Таксист Таксист и заработок Вот как народ пошел Богато живет А он по-другому не подумает Еще что? Вот у него ложь и самооправдание Он не может с этим справиться Ложь и дьявол Ты это знаешь? Да Евангелие от Иоанна 8,44 Он лжец и отец лжи Отец лжи Зачем тебе нужно? А потом вчера ты подошел ко мне И что-то я плохо слышу Беснование Говорил слово? Да Что это означает? Походе предложение это Беснование? У него беснование было Или есть? Он говорил вам? Да Вчера слово это сказал Ну что я Ну да Сказал тебе только Что в этом слове он включал? Про себя сказал Что бесноватый Тогда ты будешь у нас третий Двое уже есть Которым доказано это было Это Гусейнов Рустик И Гришина Ирина А они перед тем Как зайти на Что-то здесь Смотреть Даже всегда говорит Помолитесь о мне Братья и сестры Я одержим Злым демоном Это Житие такое Святого было Чувствую что Что-то неладно Поэтому отвечать за тебя Никто не будет А ты опасен В этом смысле Тем более лжет Каждый день говорит Только говорит И тут солгал Говорит солгал Так у тебя веры Это и нет никакой Вопрос у меня к нему Скажи пожалуйста Что за отношения у тебя С матерью и семьей Что ты туда не хочешь Возвращаться Что за отношения такие Ну ругаемся постоянно То на почве веры То так На почве веры Они что верующие Нет Они не верующие С мамой ругаются За что ругаются Наша десятерых Не разгоняла ни одного На почве веры Что он верующий стал А они вроде как Ему не хотят Если вот такое Было он не изменился Такая вера Мать конечно Должна вера Говорят ты учился Где-то на повара Поставили И оттуда вот бежал У него специальности нет Он даже учиться не хочет Если ты вот бежал От учебы Конечно мама будет Недовольна Ты же понимаешь это Ну понимаешь Что же Мама вот вчера звонила Я первый раз С ней разговаривала С мамой Мама общается с ним Хорошо По-доброму То есть мама переживает Мама все время С ним на контакте Мама к нему Всей душой А он Так или не так Ну не мотай голову Я говорю Ты не лошадь Говори Да или нет Да Вот решайте сами Смотрите как Можно Почитающий отца И мать свою Долголетен Знаешь об этом Надо почитать Игорь Владимирович Пожалуйста Дело все в том Что мы с ним общались Ну сколько Сколько у нас было Пристричи где-то И на одной Ну там В самом начале Я ему сказал Ну так же все Спрашивал В чем дело у тебя Ну я вижу Что он Не хочет общаться То есть Мать не верующая Отец выпивает Вроде как будто А он самый чистый Правильный Ну потому что верует Я говорю Ты Дурью не майся Ты подходи И будь другом Для матери Хотя бы Не сыном Но другом Расскажи там Как ты учишься И так далее И он Это сделал Ну это у нас Не было Не три дня подряд А Несколько месяцев Это все длилось Просто мы редко Находили время Я думаю Не потому что Я не хотел А потому что Ну я вижу Что с ним не то Вы посмотрите На его Подойди Упадай И не прости прощения Говорил Нет я тебе Писал Все Головой мотай Говорит И вот он поговорил С мамой один раз И потом О мама Она сменила отношения И так далее Ну вы понимаете Вот такой вот человек Не хочет учиться Я А я хочу Вот так вот жить Сам Отец для него Все делает Отец он еще В силе Видно отец Ну выпивает Мало ли Понятно Это он неверующий Но он для него Все делает Он у него работал Сидел в охране Ему деньги Платил тебе отец Деньги нет Деньги платил Отец он охранял Ну он видите Высокий Охраннику Главное только Чтобы что то Не случилось И вдруг Он Ну мы с ним Больше не встречаемся Брат Владимир Мне начинает Говорить о том Что он Не хочет учиться И потом Раз бросил учебу И там Михаил Каримов Кто там еще Грибанов Да Иван Николай Астахов Ну там Братья Тоже о нем Заботятся Говорит Как так Я не хочу Взял бросил Учебу А мама его просит Я тебя Потеряю Отпущу Денег тебе дам На дорогу Все крестись Все Только учись Сынок Я говорю Все Он плакал Прям слезами Что не может По Теряевку поехать Я говорю Ты хватит плакать Как девочка От обиды Прям сидит Плачет Слезы льются Тебе испытание Три года За три года Если никакого изменения Не будет Потеряю Тебе не видать Какое крещение Я ему сразу сказал Какое тебе крещение Ты Ты вообще еще Человеческой личностью Не стал Да Настоящей Трудится И трудится И трудится Вопросы вроде бы Задает Но видно Что ничего не записывает Или что-то Калякает Как курица Лапой видать Ничего не понятно Володя тоже говорит Записывай Записывай Местами писания Вот так заваливаешь его Сидит Сидит А вот Что-то Что-то перебивает И так далее Ну в общем У тебя зрение Нормальное Да И слух нормальный Да А какая у тебя болезнь Вот в прошлый раз С оглашением вышел Ты таким крючком Свернулся Мало того Самое интересное было Вадим-то стоит А он на него Подпорку имеет С Вадимом Вадим-то если тряхнет Так тебя собирать Два дня надо будет Могрянька Пойдем Вот так вот Повалился А Вадим Даже и так Не шевелился На оглашение Зайдите Они выходили Вадим уже операцию Сделали Я просто Ну вот Какие Ваше мнение Куда Вадим Мнение Человек еще и Взрослым-то не стал И дефекты воспитания Взрослости Еще нет В первую очередь Братья Совет какой Домой учиться Доучиваться Домой конечно Надо домой Ехать Возвращаться Налаживать отношения С родителями И возвращаться В учебе Будем переписываться Я тебе сказал Неделю один раз Теперь две недели Только один раз У меня важное дело Каждый раз Я все бросаю Сижу с ним Опять Ничего такого нет Да вот Я сказал Где-то Виновен везде Ты ни разу не было Чтобы на тебя напали Неправильно Тебя не били еще Не битый Ну где-то Ты нарвешься на это Ты как шелковый Будешь стоять Будешь ползать И будешь Саловать землю И все И работать И работать Будешь Будь здоров Украдут тебя Там любые тебя захватят И там день и ночь Будешь работать Живот заставит Да В конечном итоге И питаться будешь Глиной в подвале Благодари Бога Что Господь тебе дал И здоровье Есть у тебя Достаточно Ты его просто должен Заботиться О своем здоровье Это первое Второе Заботиться О своем уме Чтобы там в уме Пребывало А пребывать будет Только от священного Писания Занимайся Священным Писанием Занимайся Трудись над своей душой И над своим телом Тогда поймешь Что мы здесь Тебе не враги Мы тебе поможем всегда Но ты прежде всего Должен работать Сам над собой Надежда Александровна Хочется сказать Я хотела спросить Ты как учился На повара Как у тебя успеваемость Вообще была Плохо Плохо А в школе Как ты учился Так же Я троечником всегда был Троечником Да И после девятого Ты поступил У тебя сейчас Будет возможность Вот восстановиться В колледж Сейчас нет уже То есть Ну ты же два года Отучился Или ты на втором курсе Ушел На втором ушел А ты можешь На второй курс Опять пойти Сейчас когда вернешься То есть у тебя Плохая успеваемость А память плохая Или ты Не хотел учиться Просто Не хотел учиться Ну тебе вернуться Жить Там с мамой С папой Искать работу Пробовать Получить образование Дальше Сюда восстановиться Или какое-то еще Все равно Какой-то у тебя Диплом должен быть В жизни Какая-то специальность Повар Или там Слесарь Или сварщиком Куда-то пойти Куда-то хватит Твоих этих Балов по ОГЭ По аттестату После девятого класса И продолжать Посещать занятия Себе выбрать Вот Игоря Владимировича Или еще Какого-то наставника С кем-то будешь Встречаться Для бесед Молиться И проситься Через год Через два Приехать на крещение А они уже будут За тебя ходатайствовать Если у тебя будут Подвижки какие-то Но не сидеть Балластом На шее у родителей Или учись Или иди работай У тебя сложилась Наверное Иллюзия того Что ты Работать не хочешь Учиться Не хочешь А вот я поеду Будут там молиться И будут обо мне Все беспокоиться И будут меня Благодетельствовать Так же не бывает С Володей трудиться Я хочу спросить Как давно Вам Погрошу вас Как давно Георгий Вам 18 лет Исполнилось 4 декабря Не так давно Вы понимаете Что вы уже Совершеннолетний человек И военно обязанный Уже скоро Это уже Понимаете Да И вот сейчас Уже призывной возраст Призывной Срок Он не годит Он не годит Ни на какую Ни альтернативную Ни на что Тогда да Работать Работать И работать Пока у вас Вот этот Юношеский максимализм Не выветрится Что мама Что мама С папой Плохие Они что там Люди которые Желают вам Только добра Вы один в семье У матери Да У отца Нет Громче 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 Те кто не у отца Они с вами живут Нет Вы один в семье На данный момент Забота только О вас практически И вы себя Вот так вот Повели Вы все оставили Оставили мать У которой вы один Вы бросили мать И уехали А это во первых Не по христиански Вы считаете себя Христианином Вы считаете себя Верующим Человеком Так вот Есть заповедь Прямая заповедь И почитай Отца и мать Вы вот эту заповедь Просто нарушили Вы уехали Бросим И в поисках А что вы искали здесь Что вы хотели Здесь найти Обрести Я хотела Все лишнее Отсечь Что вы считаете Лишнее у вас Мирское Мирское Можно отсечь И там Понимаете Живя с родителями Заботясь О матери Об отце Это можно Я когда уверовала Мои родители Совершенно неверующие Где-то они были против Где-то они Но не мешали Ваша мама Она вам совершенно Не препятствует У вас нет Ни единой причины Ее оставлять И сюда приезжать Сестра Сколько тебе было Ты 19-й Да 19 лет Когда она В общем пришла Я практически Была ваш ровесник Но знаете Вот такого вот Ветра в голове У меня не было Не было Я уже была Достаточно взрослым Человеком Головой Мозгами Вот здесь Вы обдумаете Свои поступки Ты же в лагере Работала с детьми Вы обдумаете В том что вам сказали Да я работала В лагере с детьми Это ответственность Взрослый человек Прежде всего Это ответственность А не поиски счастья Поиски лучшего Лучшее оно внутри вас Либо оно худшее Либо оно лучшее Все исходит Изнутри Понимаете Вот вы сейчас Побыли некоторое время Здесь люди Вот какие мы Отзывы сейчас услышали И что-то ничего доброго Мы не услышали Это внутри вас Об этом Подумайте Поработайте Позаботьтесь И не оставляйте матери Прежде всего Никакого благословения Свыше вам не будет Только из-за того Что вы оставили Мать Мать вас не гнобила Мать у вас Библию забирала Забирала Но на данный момент Как она относится к вам Сейчас уже привык Вот видите Она Понятно Она поначалу Она испугалась А куда сынок попал А что это такое Потому что мы наслышаны О всяких сектах Которые И квартиры Отнимали И детей туда Порабощали Там матери Не видели детей Такого здесь С вами нету Вас никто Никуда не тянет Не манит И не удерживает И мама Поняв это Она успокоилась Она вам не запрещает Ни Богу молиться Не запрещает На данный момент Не запрещает Ни Слово Божие читать Ни занять Она Вот я сейчас слышу Она разговаривала С сестрой Говорит Я тебе денег дам Ты примешь крещение Ну вам рано Вам еще рано Вы не примите Это что мы От каких-то враждебных чувств От каких-то там Вот мы вас увидели таким И вы нам не нужны Нет это неправда Молиться о вас будут Заботиться о вас будут Если вы желаете Если вы желаете того Будете выходить на связь И люди будут контролировать Ваш духовный рост Направлять вас в нужное русло Если вы того пожелаете А не закройтесь в себе Поэтому помолитесь Подумайте Вернитесь к маме Если можно восстановиться На учебу Восстановитесь Нет Работайте Работайте Возможно теперь Какие-то курсы Раз у вас с учебой Вы ленитесь Получается учиться Это все из-за лени У меня тоже есть сын Я знаю о чем я говорю Если бы вы не ленились То и успехи были бы Ну хотя бы на четверку Есть люди неспособные Но стараются Карабкаются А есть просто лень Поэтому как-то возьмите Себя в руки Вы взрослый человек Это ответственность Ответственность За свою жизнь Вы пишете свою биографию Либо вам доверяют Либо вас желают Где-то видеть у себя На работе Да В своем коллективе Либо действительно Не Богу свечка Не черту кочерга Это никому не может Ни в миру Ни в церкви Это Ну вот Пословица сама Себе говорит Спасибо Христос Сейчас скажу еще Да Так я хочу сказать Как видится В будущем твое У меня опыт побольше Чем у каждого из них Такие люди Которые Не хотят работать Не учатся А есть они любят Они рано или поздно Делаются ворами А как? Ему никак Дома Два замечания Моя сделала Куда-нибудь Если такое Тебя посадят Даже ненамного За воровство Год один дадут А порядок такой Я встречался с такими Лучше Хуже Не придумаешь Что Там сразу Как называется Опустят Спать около параши И каждый день Будут нашла День Перед тобой Перед тобой Моя Страшная Бесопская яма Выхода Тебе никакого Нет Бесопская яма А если ты ничего не помнишь Да еще солгал Солгал Считай Голова на боку будет Поэтому остановись на этом Попроси прощения И по-хорошему Все Билет Мать-то будет сдасть Тебе Может как-то Рассчитается И выехать И все на этом Закончено Потому что Переди тебя Ну ничего Ко мне Никакого-то отношения Не имеет Ты на меня Не работал Не ночевал Я тебя не звал Для меня Кое-что Открылось Как в новинку Я думал Что на Перме Работает Только Андрей Никого нет Оказывается Чужие люди Я Три дня назад Это узнал только Я бы разговаривать Не стал Ты меня слышишь? Значит Не головой мотай Говори Я тебе сказал Запомни Две недели Мне звонить Один раз можешь По делу Поблагодари Мать Что она такая Заботливая у тебя Поблагодари Что она жизнь тебе дала А почему ты такой Это только Бог знает Военный билет У тебя есть на руках? Нет У них приписное Среди Военный билет Приписное Свидетельство Игнатий Тихонович Приписное Свидетельство У них На какой В армию Какой В армию Добрать Если хочешь Разложить Какие-то Дивизии Врага И туда Заслать И все Украина Кто с ногами Будет стоять Тем более Тем более Лжет Лжет Это А дьявол Лжец Никак Георгий Если где-то Что-то оставил Все забирай И поезжай С Богом Держаться Незакого Дай как Мы двери закрыты Все Ты понял это? Не надо настаивать Потому что Ты сделал так Как бы каждый день Кричал Избавьтесь от меня Избавьтесь от меня А потеряем У нас Нет Други есть Это подним Знаешь какой Гвалт будет Тогда Что это Мы нанимаем Дуряком Работают на них А мы Что попало будет Я ни копейки От него не брал Брал или не брал Тебя? День Нет Нет Ты мне что-то дарил Или нет? Нет Ну все Нет Будьте свидетеля Ну я ему все Показал Квартиру завел Показал Голубятню Показал Вся моя жизнь Кошек Ну все На этом Выскажи Это мое сугубое мнение Он Он вот такой Какой есть Как верующий Он совершенно В начальном Таком Достаточном состоянии Он даже У некоторых слов Как Лена говорит Он даже не понимает Что ему говорят И он приехал сюда И справляться Мать написала Расписку разрешающую Что она его отпускает Что он Ну прям Не сбежал Раз он не учится Не работает Я так поняла Мать надеялась Что из него здесь Человека сделают Тем более Может быть как-то Вера повлияет Он сам нашел Нас на ютюбе Он захотел Сюда приехать Это было его желание Вот он здесь Побыл две недели Две недели Побыл Он Естественно За две недели Из Какого утенка Лебедь не получится Может быть дать ему Еще хотя бы Две недели Вот сегодня Возьми пожалуйста Про песочины Его украшения Больше Только так Возьми Месяц Дайте Месяц Я говорил До Пасхи ему здесь До Пасхи Давайте до Пасхи Он побудет с нами На Пасху Я каждый день повторял До Пасхи Это как Никита Помните Как Никита Помните был Да Ну маленько Такое же Прочитаю Никита То есть ты соглашаешься Чтобы он еще Брать Нет Брат Я Никита Со мной рядом Просидел Три зимы Прямо рядом Да Пасхи еще лучше Он работал Помогал Минут Я платил ему Деньги За то что он просто Рисовал в компьютере Сидел Я думаю Ничего это не даст Хотя бы побудет Хочешь посмотрим Отправить не всегда сможем В любой момент Он Андрею нужен Андрюша Андрюша Ты просто Святой Для меня Он для себя Он еще болеет Если бы не твоя простота Ты бы давно уже Его отправил Я видать посложнее Чем ты человек Я с ним разговаривать Не могу просто Это единственный человек Кому я регламентировал Как меня называть Он меня Братом уже Как говорится Задрал Я говорю Ты что у меня все Брат да брат Какой я тебе брат Я тебе или Игорь Владимирович Или дядя Игорь Все Так он меня никак не называет Теперь Потому что У него что-то там внутри Он опять брак Я говорю Никакого бра-бра Не надо Лезть в душу ко мне Я не вижу тебя Никаким брахом То есть никогда Никому не говорила С ним приходится Он какой-то Недоразвитый В этом плане Бедная мама Просто я Маму ему представляю Святой женщиной Как она с ним Брат Владимир Борькова Теми же словами Володя что-то хочет сказать Ну я Кридцаминусов Много назвали Я хоть один плюс назову Он сам на меня выходит Мы с ним занимаемся Словом Божиим Притом он Старается Что-то где-то он записывает Что-то не записывает Я не знаю Ну по крайней мере Я так вижу По знанию То есть иногда Спрашиваешь Ты записал Вроде даже если записал Видимо не повторил И забыл тут же То есть вот это У меня тоже с памятью плохо Но я по крайней мере Себя понуждаю И у меня что-то Остается в моей копилке В голове Да Так что У него в этом есть То есть Все-таки он ревнует О том что с ним Проводили занятия В этом большой плюс Тянется Так он сюда За этими приехал Вот и все Я про это и говорю А в житейском Да В житейском Мне тоже 18 лет я уже работал Перед армией Мне сказали Я тоже не захотел учиться Мне дядя сказал Не ходишь учиться Иди работать Я сразу скажу Я ему говорил об этом Я пожалел Что я бросил учебу Все В дальнейшем Мне жизнь научила Что надо было Учиться У меня специальность Так что Ну все Как говорится Господь Аминь С Богом Выбери Образование Какое нравится Сейчас курсы Все эти есть Он не отвергся себя Ни на сколько Не отвергся себя Вот решил Взял и бросил Мама только Возрадовалась Сынок Ты учись Такой Он видать там что-то сказал Что видать Пообещал Может быть Буду учиться Или но И она сразу Открылась Мама И все Едь куда хочешь И все Одно слово Только сказал И уже мама Другая стала Взял бросил В учебу Просто не пошел И все Спроси Почему он бросил Когда ты был бы сыт И там каждый раз А ты сыт и наедался Да мама бы ему Давала бы все Что надо Тем более ему Много ли надо было Из-за верующей Такое бросить Это просто безумие Я больше ничего не могу сказать Он правильно говорит Что бес в него вошел Может не в него Рядом стоит И им руководит Как тот малый Помните Надо его выгнать Он спрашивает Как выгнать беса Как выгнать Постону молитвы Заповеди Божьи выполняют Ну уж Взор поменять Это точно Ему надо Как к этому Павлу Горбуленко Смотреть на себя В зеркало Вы видите Темная личность Просто Глаза туда Куда-то утопленные Все время Иногда взглянет Ну открыто Смотри на него И говорит Он как артист У него Чисто принимать Мужи все Он теми же словами Говорит Что я ему вчера Говорила Теми же словами Один в один Да слава Господу Ну видно Что человек закрывается У порога грех лежит Четвертая глава Какой там Одиннадцатый стих Или двенадцатый Господь говорит Каину У порога грех лежит Подними лицо кверху Не опускай его К греху Ты должен вот ходить Вот прямо А ты все Крючком и туда Куда-то Глаза утоплен Что-то думаешь Так теперь помните Кто берет Он больной человек Больной духовно И телесно Отвечаете за все Что будет Меня там нету нигде Брат Андрей Ну спина у него не болит Брат Андрей понял Что сложно с ним Но он обещает Что до Пасхи Он с ним побудет Он хочет испытать все Он хочет испытать все Так что Острых ощущений Он просто мало С людьми еще общался За пределы фермы И храма никуда Для него это тоже будет наука Так и еще Можно еще Подождите В строгом послушании Андрея Понятно что он За тебя несет Ответственность И предматери И предлога И пред нами Мы вчера с сестрой Поговорили немного Видно что в ней наболело Она редко так высказывает Ясно что Человек верующий Я хочу сказать Его надо прям обязать Чтобы он за собой убирался Она говорит У него вся одежда Грязная Посуда Если что Вся грязная А там он живет Она сказала Там новая кухня Новая кухня У них А где Там прям дом Да Там двухэтажный У них Он живет Там у него целая комната Там кухня есть Машинка какая Прям электрическая Ну насчет машинки Не знаю Автомат там Сказали Там стоит Там есть машинка Стиральная Ему стирают А стирают Тебе все делают Ты за собой полностью Убирается поросенок Ты что еще не моешь посуду За собой что ли Одежда вся у тебя должна Блестеть Чистая должна быть Ты рядом с домом работаешь Ты же не работаешь Такие-то дня Уходишь за пять километров Там шатра Я просто в шатре жил Рядом ручей был В холодном ручее мылся У тебя горячая вода там есть Ты что поросячишься-то Не успел приехать А тебе уже такие сведения Главное ходишь Такой чистенький Ты такой же должен ходить Чистенький И после того Как зашел В навоз Или хоть куда Работай Знай все что надо На рукавники Там Или Одевай эти халаты Там Какие нужно Халаты Если там Замарался Состернул быстренько На солнышко Сейчас тепло Учить тебя что ли Как это делать Вот должен Чистый весь Будет ходить И все в доме должно блестеть Тебе еду готовят Все тебя делают А ты что думал Куда ты приехал Если ты объявляешь себя верующим человеком То на тебя все взоры со стороны должны обращены быть Они к тебе должны увидеть образец для всего Как ты живешь Как ты китарусы С коровами разговариваешь хоть Поешь им песни Песнопения Хоть одно песнопения знаешь Ближе Господь к тебе Вот правильно Учи песнопения Давай пой кором Пой кором Чтоб короткое молоко Сладь такое было Духовное молочко Да Исподни Оно потом к нам попадет Немножко Мы повторяемся Братья Давайте я ставлю До Пасхи немного И молочко пойдет сюда А там ты с таким будешь ходить Не дай бог еще обидишь хоть одну коровку Скажешь, что она там плохая Ты понял, нет? Вся тварь до ныне стинает и мучается И ждет избавления сынов Божьих Они ждут, когда ты верующим станешь А ты ходишь, поэтому Чего ты разрешать будешь? Достойная всякого истину Блажите Теба, Богородицу Присоблаженную и пренепородшую И Матерь Бога нашего Честнейшую хирургим И славнейшую без сравнения серафим Безысления Бога Слово родшую Сущую Богородицу Тя величаем Господи Защити Родину нашу от нашествия наплеменников От внутренних расприй От беззакония, которое в тайне Останови делающих зло Просвети правителей страны нашей Чтобы принимали мудрые законы И всех начальствующих Также просвети и защити Людей, не познавших Тебя Обрати к истине Чтобы божественная любовь Твоя Коснулась каждого сердца Священники, которые не служат Тебе как должно Пусть покажутся в неближении Своем И проповедуют смело И инославным об Иисусе Христе Господи, праведны суды Твои над Россией За то, что оставили Тебя И Слово Твое, изреченное в Святой Библии Прости нас, Господи, Владыка жизни Что сокрыли имя Твое Бога и Его Дух Святой, да наставит нас Не признавать никаких иных богов вопия А воочи Господи, научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды правды Твоей Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица Отец, Сын и Святой Дух Аминь Господи Божий наш, прими нашу молитву Воздиание рук, как жертву вечернюю Благоухание, приятное перед Песовом Благодат Твоей Божией И стадии наши молитвы, молитвы всех святых Молящих Тебе на небе и на земле Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий Его, как зиждитель Ты Господь, знающий все прежде бытия Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас Во благо нам Любящий наш Отец Небесный Ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных Прими и исполни наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них Спаси их и помилуй И мы взываем о незаповедавших Положи им твердо принять сказанное в Священном Писании Что примирение с Тобой, Господи, возможно только на этой земле За гробом нет покаяния, приемлемо от Тобою Тебе хвала, слава, счастья, поклонения за все, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твой голос Твой Аминь Так, Георгий, слушай внимательно Отдельно ко мне не приезжать сюда Только на моление Еще последнее я скажу, Георгий Сейчас на молитве возникла у меня мысль Если у тебя есть связь с мамой Пошли вот это собрание, чтобы она увидела, что, где ты есть По очи Оставайтесь на занятия Так, закройте книги